Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вашему присутствию здесь. И сегодня, как я давно уже обещала, я хочу вам рассказать о недвижимости в Швейцарии. Тема обширная, я на 100% не уверена, что смогу охватить весь спектр интересного, так что если что-то останется за кадром, пожалуйста, не стесняйтесь, оставляйте свои вопросы внизу, и я постараюсь для вас все уточнить. Опять же, в данном случае я говорю, я буду рассказывать более-менее поверхностно, с чем я непосредственно сталкивалась, или девчонки, мальчишки из Швейцарии, которые могут меня поправить, вполне вероятно, потому что законы меняются, возможно, какие-то нюансы кто-то знает лучше. Надеюсь, что вам будет интересно. В Швейцарии иностранцы не могут, то есть в Швейцарии люди без разрешения на место жительства, иностранцы не могут купить жилье, не имеют права купить жилье. По закону, который вышел 16 декабря 1983 года, который называется или Лекс Фридрих, или Лекс Келлер, я подглядываю, потому что я сама этого, например, не знала, я знала, что есть такой закон, но как он называется, я не знала. Этот закон ограничивает возможность покупки жилья для иностранцев в Швейцарии. Я знаю, что 2 или 3 месяца назад прошло опять голосование, и был принят закон о ужесточении этого правила, потому что у него тоже есть исключения. В зависимости от кантона некоторые власти разрешают, выставляют на продажу для иностранцев жилье, некоторые иностранцы могут покупать для юридических нужд недвижимость. В общем, нюансов очень много, поэтому я на этом не останавливаюсь. Если же иностранец покупает жилье в Швейцарии, это не дает ему права на разрешение на место жительства. А в целом иностранец может проживать в Швейцарии до 6 месяцев каждый год. Поэтому это еще не гарантия. Раньше, по-моему, там выдавали всем на свете, но все прошло. Про ипотеку в Швейцарии. Ипотека в Швейцарии в данный момент находится в очень выгодном свете для покупки жилья, потому что процент составляет 1-2-3% в зависимости от банка. Чтобы взять ипотеку, нужно выплатить 20% стоимости жилья. Насколько я знаю, 10% они берут из пенсионного фонда. Ну, то есть в Швейцарии это отдельный разговор, как у них тут с этой пенсией обстоит дело. Но пока что в данный момент еще разрешено брать 10% из пенсионного фонда людям. Мой муж говорит, что скоро и это могут отменить, потому что в итоге потом люди набирают жилья, а пенсии им потом не остается. Ну, что-то в этом духе. И 10% вы должны выплатить сразу сами. Что интересно, многие швейцарцы, даже имея достаточно денег на покупку жилья, а такие имеются, не спешат выплачивать, как наши люди, поскорее кредит, потому что в Швейцарии недвижимость, которая принадлежит лично вам, облагается большим налогом. А пока это все принадлежит, скажем так, банку, это налогом не облагается. Поэтому бывает такое, что дом взят в кредит дедушкой, а выплачивают его до сих пор внуки, потому что в Швейцарии можно переоформить кредит. Я не знаю, с чем это связано, но квартиры очень сильно подорожали в Швейцарии. И среднего класса, скажем так, квартиры для, вот, скажем, 4 комнаты где-то, это считается, да, средняя квартира в Швейцарии, это 3-4 комнаты. И дома тоже, и все предрекают то, что скоро будет вот этот вот эффект мыльного пузыря, что скоро резкий будет бум, и квартиры резко упадут в цене. Поэтому многие не спешат брать кредит. И потому что, если квартиры упадут в цене, вполне можно предположить, что сразу же возрастет процент на ипотеку. Поэтому, возможно, многие люди, некоторые себе взяли под низкий процент, не смогут его выплачивать, и будет очень много жилья на перепокупку. Ну и, соответственно, от чего зависит стоимость жилья, и сколько стоит жилье в Швейцарии. Сейчас будем говорить просто о обычных квартирах, таких вот, средних. Так вот. Первое. Это, естественно, местность. Может показаться, город будет стоить дороже деревни. А нет. В Швейцарии, конечно, квартиры в Цюрихе, в Женеве, в Люцерне, они будут очень дорогие. Но кто живет, кто снимает или покупает квартиры в центре города? Это или студенты, молодежь, которые живут в складчину, под 2-3-4 человека иногда в квартире, потому что это дорого, это больше так для тусовщиков. В общем, это не среднестатистическая семья. Опять же, это иностранцы могут быть, которые приехали поработать. В Цюрих, например. Ну и третья категория. Это люди, которые живут уже очень-очень давно. Они купили эти квартиры еще, ого-го, когда? И вот они продолжают жить. Это могут быть бабушки, дедушки даже, или их внуки, естественно, теперь уже. Но семьи в Швейцарии предпочитают пригород. Ну, понятно, семья, которая планирует детей, или у которой есть дети, планирует что-то такое, чтобы было более-менее тихо, чтобы были школы рядом, чтобы была рядом хорошая инфраструктура. И, в общем, от этого очень сильно зависит цена. Естественно, если это пригород, то очень важно, где находится рядом, какая связь идет с городом. Например, как часто, как далеко находится автобусная остановка, как часто ходит автобус, или как часто ходит поезд, как быстро можно добраться до Цюриха, например, чем ближе к Цюриху, тем дороже. И бывает, что квартирка какая-то там двухкомнатная под Цюрихом будет стоить, как практически четырехкомнатная, где-то вот, ну, везде в сорок минут езды от Цюриха. Очень часто бывает. Бывает. Очень интересный момент налогообложения. От этого тоже очень сильно зависит цена квартиры. Потому что в Швейцарии налогообложение, как я уже упомянула в одном из своих видео, зависит от кантона. И не только от кантона, часто бывает, даже от города. И разбег там бывает приличный. Если вам интересно, вы можете покопаться в интернете, почитать отдельно, но самые низкие налоги в Центральной Швейцарии. Поэтому большинство богатых людей предпочитают жить в Центральной Швейцарии. За местность в Цюрихе, в кантоне, я могу сказать, что низкий налог это Цумикон и Цоликон, по-моему. Вот в Цумиконе очень много богатых людей, там очень много частных трехэтажных домов. И квартиры там очень-очень-очень дорогие, потому что налоги очень-очень-очень низкие. Вот такая вот взаимосвязь. Что интересно, опять же, местоположение квартиры. Немногие иностранцы об этом задумываются, но почти все коренные швейцарцы часто от этого отталкиваются. Например, мой муж, мы когда выбирали квартиру, это просто ужас и кошмар был, потому что, например, квартира часто густо к нам подходила хорошо, но она находилась где-то под горой. Я так далеко не думала никогда. И поэтому солнце светило в окна только, например, первую половину дня, а потом было постоянно темно. Или часто бывает, что балкон находится на северной стороне, и поэтому солнца там очень мало. Вот швейцарцу, если у него будет возможность брать квартиру, не брать, он предпочтет сторону южную. Вот так вот, вот даже. Ну, в общем-то, это, наверное, основные пункты, от чего может зависеть стоимость жилья. Нет, ну, естественно, еще есть количество комнат, но это и ежу понятно, что чем больше квартира, тем обычно она будет дороже стоить. Ну, и чем новее квартира, тем она дороже обычно. Итак, какая же средняя стоимость квартиры? Хорошая квартира от четырех комнат, это приблизительно от 90-100 квадратных метров, новая новостройка, то есть с большими окнами, с новой кухней, или же это может быть старое здание, но полностью переделанное внутри, с хорошей связью с городом, будет стоить на покупку от приблизительно 800 тысяч франков, или же если подсъем, то в среднем от 2,5 тысяч франков в месяц. Это не считая часто гараж не входит в стоимость, ни покупки квартиры, ни съема, то есть отдельно вам надо платить за место, если у вас одна машина или две машины, то есть два места, это если это например гараж в подвальном помещении, то это от 100 франков 100-150 франков где-то за место, или если это снаружи, на улице под домом, то где-то наверное 75-100 франков, но опять же могут быть варианты. И сюда естественно не входит цена часто коммунальных услуг. Коммунальные услуги это вообще отдельная песня, тут как они платят. еще интересный момент, вы когда например квартиру в наем берете, в съем, то перед тем как въехать надо заплатить за стоимость квартиры не просто за 3 месяца вперед, вам просто надо это депо 3 месяца, у кого 2 месяца, у кого 4 месяца заплатить, и они будут заморожены, лежать на счете человека, который сдает вам квартиру, и если вдруг по какой-то причине вы не платите за квартиру, или же потом когда вы съезжаете у вас там поцарапан пол, или поломано что-то в квартире, то все чинится за эти деньги, потом они вам возвращаются, вот так вот, так что если вы уезжаете квартиру за 2,5 тысячи, учтите, что вам еще надо тройную стоимость этой квартиры положить на счет. Теперь о видах жилья в Швейцарии, в общем, как я сказала уже, среднестатистическая семья будет жить в квартире где-то на 4 комнаты, плюс-минус, в зависимости от количества детей, от того, насколько они себе могут позволить квартиру, но все стремятся, например, я знаю, что большинство стремятся в квартире от 4 комнат, и это новые стандарты, раньше, конечно, люди жили попроще. Так вот, квартиры в основном это леновостройки, которые стоят, идут от 50 лет, вот им строили где-то 50 лет, от 50 лет, и вот с сегодняшнего времени, это квартира одни из самых дорогих, большие окна в пол, полностью оборудованная вся кухня хорошо, это часто два туалета гостевой и хозяйский, ну, в общем-то, большой балкон, практически всегда это большой, хороший балкон, прачечная часто бывает, или одна комната с одной стиральной машиной на весь дом, так у нас было в первой квартире, в доме было 6 квартир, и был график, кто когда, в какие дни стирает, и в общем, была стиральная машина, была сушка, комната для развешивания, белья, и, ну, так как у нас были очень хорошие отношения с соседями, была не проблема пойти и сказать, а можно я сегодня быстро постираю, не проблема, это зависит от соседей, или, например, как сейчас, это одна большая комната, в которой находится 6 стиральных машин, 6 сушек, это, естественно, у каждого своя личная большая комната для сушки, и, в общем-то, стирай, когда хочешь, часто бывает, что есть отдельная комната, уже в самой квартире, с стиральной машиной, или же стиральная машина может находиться в хозяйской или в гостевой ванной, и снимаем квартиру, это уже вторая квартира, первую я въехала, муж уже начал снимать сам, а эту квартиру мы искали вместе, мы ее искали где-то полтора года, потому что у нас есть кошка, кошка, которая ходит на улицу гулять, естественно, получается, что надо, чтобы, помимо того, чтобы в квартире можно держать животных было, надо, чтобы было разрешено, чтобы кошки можно было с балкона сделать лесенку, таким образом, у нас квартиры ограничивались первым, вторым этажом, еще и тем, что половине квартир из этих нельзя было держать животных, или нельзя было, чтобы лесенка была на улице, потому что лесенка для кошки портит внешний вид здания, вот так вот, дальше, квартира от 50 лет и старше, это маленькие, относительно маленькие окна, это маленькие помещения, это часто, ну, в общем, все такое, гораздо меньше, и в таких домах квартиры будут, естественно, дешевле, чем практически того же размера в более новых домах. В Цари, какие еще бывают виды? Есть, конечно, виллы, виллы, в основном, на берегу озера расположены или где-то вот в таких местах более экстетических, очень-очень дорого, цена от, я думаю, миллиона и до бесконечности. Есть старые дома, которым уже 100 лет и более, эти дома все еще жилые, снаружи они, конечно, выглядят как будто хим действительно 100 лет и более, их реставрируют, но их обязательно оставляют в том виде, в каком они были, потому что они являются уже частью истории, поэтому внутри они могут быть в принципе очень даже современными, но, естественно, низкие потолки, маленькие окна, никуда ты не денешься, но в целом очень хорошая квартира может быть, но снаружи это будет выглядеть старый швейцарский дом, в общем, деревянный какой-нибудь с очень низкой крышей, в таком духе. есть Bauernhof, это фермерский двор, и есть, естественно, фермерский дом, это часто дома, которые выглядят очень просто, они очень просторные, там живут, например, с целыми большими семьями, например, родители, на первом этаже, а на третьем этаже будут жить сын, женой и с детьми, внутри они очень хорошо оборудованы, практически все очень современные, их часто сдают. Еще один вид швейцарской недвижимости это шале, это маленький домик деревянный где-то в горах, который выглядит очень аутентично, часто в таких домах оборудуют, такие дома оборудуют под гостиницы, очень много таких домов можно увидеть в горнолыжных курортах, горнолыжных в горнолыжных деревеньках, если человек может себе позволить, швейцарец, покупать себе такое место, сейчас, я думаю, все время, сейчас это очень тяжело в данный момент уже организовать, потому что на них цены тоже выросли, но я знаю несколько человек, которые когда-то еще лет, наверное, 30 назад купили себе такие домики, вот они зимой ездят кататься на лыжах туда, а летом просто, как они здесь говорят, вандерн, то есть швейцарцы очень любят летом и в такую в теплую погоду ходить, можно сказать, как в походы, гулять по горам, кстати, в этом году я по радио услышала, что на этот вид активного отдыха вырос спрос, и фух, наболтала я опять целую кучу всего, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что немножко я разъяснила вам о том, как живут швейцарцы, естественно, это не все, естественно, другой человек бы, возможно, вам бы рассказал по-другому, но эту ситуацию вижу я так, и если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, и я вам желаю всего самого хорошего, не полейте, пока-пока!